Вопрос о том, как же назвать свою дачу, долго не занимал Худякова. Надежда – это не только компас земной для каждого человека, но и имя горячо любимой жены Сергея Николаевича. Любовь – это музыка, которая согревает сердце человека до конца его дней. Память о Сергее Николаевиче жива до сих пор. О том, чем была наполнена его жизнь, сегодня вспоминают самые близкие люди драматурга. Настал момент, когда Сергей Николаевич уплёкся по летам. И это стало его страстью. Вместе с тем, увлечение балетом, создание труда, который до сих пор является основным учебником по истории танца, по истории балета. Я говорю о четырёхтомнике истории танца Худякова. Им пользуются до сих пор. Эта книга жива до сих пор. Сергей Худяков вёл в Петербургской газете регулярную хронику жизни городского балета. Вилла Надежды до сих пор хранит коллекцию искусства, которая была особенно дорого ему. Именно перу Худякова принадлежит либретто к одному из самых известных балетов страны. Большой театр. 237-й сезон. Русский балет оставался самой главной страсти Сергея Николаевича до конца его дней. А теперь афиша легендарной Боидерки находится здесь. И не только афиша. Николай Цискоридзе передал в дар коллекции костюм Солора. История русского балета богата редкостями. Здесь пуанты Ульяны Лопаткиной, примы Маринского театра. Книги и письма Мариуса Петипа, французского и российского солиста балета и балетмейстера. Театральные пудра и грим. Это лишь малая часть того культурного богатства, которое кроется в стенах виллы Надежда. В шести залах экспозиции представлено более трёх с половиной тысяч экспонатов. Десять лет мы собираем эту коллекцию. Это всё дары звёзд российских балетных театров, с которыми мы дружим уже много лет. И, во-вторых, основная коллекция собрана мною за многолетние мои исследования в жизни и творчестве Сергея Николаевича Ходякова. Дмитрий Кривошапка бережно хранит традиции времен жизни Сергея Николаевича и его супруги. В честь знаменательной даты сотрудники музея получили заслуженные награды, а гостям праздника подарили своё творчество коллективы и исполнители курорта. Но это ещё не все сюрпризы. В одном из залов виллы открылась новая выставка художника Константина Кирина. Автор рассказал о своей самой первой работе, о воспоминаниях родом из детства. Я помню дом бабушки, где было много икон, я их разглядывал долго-долго. И бабушка, у бабушки были животные тоже, как и у всех в деревне, и курицы. И вот, наверное, эти воспоминания и дали мне какую-то возможность сделать вот такую работу, простую. Окунуться с головой в историю, утонуть в красоте мира искусства, узнать чуточку больше о жизни русского драматурга Сергея Худякова и о работах современных художников. Именно за этим ежедневно на виллу «Надежда» приходят десятки сочинцев и многочисленных гостей курорта. Валерия Асачия, Дмитрий Петри, Время новостей.